В эфире на Юргане время новостей Ухта, в студии Егора Ильченко. Здравствуйте. Антитеррористическая комиссия КОМИ в целях своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки, возможные предпосылки угроз террористического характера при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, призывает граждан к бдительности. Работодателям, органам государственной власти и местного самоуправления на этой неделе было предписано провести дополнительные инструктажи по порядку действий при возникновении возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. Особенность мер в том, что в перспективе за неисполнение решений антитеррористической комиссии предусмотрены санкции. Граждан будут штрафовать на тысячу рублей, должностных лиц на две с половиной, юридических до 30 тысяч. Соответствующие изменения появились в региональном законе об административной ответственности и должны вступить в силу сразу после подписания главой КОМИ. Сейчас меры носят рекомендательный характер. Невзирая на то, что республика КОМИ всегда считалась стабильным регионом, и мы сами с вами знаем, что у нас сохраняется мера спокойствия, но расслабляться мы с вами не имеем права. И успокаивать себя, что в этой части кто-то в какой-то мере может спать спокойно. Поэтому для нас бдительность и еще раз бдительность сегодня являются основным нашим фактором, на который мы должны с вами уделять все больше и больше пристального внимания. Как было отмечено на декабрьской конференции по предупреждению терроризма и экстремизма, в КОМИ наблюдается поток трудовых мигрантов, в том числе нелегальных, среди которых могут быть ангажированные международными террористическими организациями граждане. Как одно из последних проявлений суд над гражданином Азербайджана, который склонял четырех жителей Ухты к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. На этой неделе он приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима. Здесь еще нужно учитывать, что влиянию идеологии терроризма подвержена в основном молодежь. И у нас те лица, которых подсудимый, осужденный уже на эту минуту, склонил к участию в незаконных вооруженных формированиях, это студенты Ухтинского технического государственного университета. Поэтому, на мой взгляд, речь должна идти больше о том, что все заинтересованные ведомства должны в первую очередь усилить работу по профилактике идеи терроризма. И в первую очередь путем пресечения распространения этой идеологии в сети интернет. Между тем, как сообщили в МВД и Росгвардии, там решение о переходе в эти праздничные дни на усиленный вариант несения службы будет приниматься не повсеместно, как это было в новогоднюю ночь, а точечно, исходя из заявок местных органов власти для обеспечения порядка на массовых мероприятиях. О повышении тарифов на теплоснабжение говорили на селекторном совещании в Ухтинской администрации. В обсуждение приняли участие представители Министерства строительства, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства, а также городских управляющих компаний, коммунальных организаций и других муниципалитетов. Напомним, с 1 января жители домов, которые не оборудованы приборами учета, будут платить за тепло в полтора раза больше. Подробнее Виктория Науменко. О необходимости ставить счетчики говорили еще в июле 2012 года. По сути, это задача плательщиков. Но о необходимости установки их в полной мере не информировали. Это, к слову сказать, должны были сделать управляющие компании. Если плательщики счетчик не ставят, эта задача перекладывается на плечи ресурсоснабженцев. Но не все компании смогли вовремя ее выполнить. В основном из-за нехватки средств. Стоимость одного счетчика 500 тысяч рублей. Выходит, одни вовремя не ввесили информацию, другие вовремя не установили. А отвечать теперь жителям. Во всех муниципалитетах отреагировали по-разному. Например, в Печорево избежание массовых недовольств пока повышающий коэффициент еще не применяли. Хотя полномочия о начислении платы лежат на правительстве. И правила прописаны его постановлением. В генеральном законодательстве прописано, что вы должны его применять. Но, коль вы взяли на себя такую ответственность, и вы его не применяете, мой вам совет. Быстро начинайте организовывать работу, разъяснительную работу с населением. Нужно быстро проводить собрания. С населением разорвет с такими этими. Вы что, на этих собраниях там убьют. А ухтинцам квитанции с повышенными в полтора раза цифрами уже приходят. Хотя нерешенных вопросов осталось еще немало. Где-то на собраниях жильцов уже приняли решение насчет установки приборов учета. И в течение некоторого времени граждане в дополнение к повышенным тарифам будут доплачивать еще и за счетчики. Возникли и другие неясности. Возможно, какое-то внесение какой-то корректировки, закон не знаю, но не предъявлять гражданам, которые приняли решение по установке приборов учета и собирают денежные средства, то есть не предъявлять повышенный коэффициент какой-то в этот период. Ресурсники говорят, что такой прибор установить можно в доме отопления. Мы говорим, что управляющая компания говорит, что нельзя. Кто будет здесь арбитром? Конкретики в ответах на заданные вопросы не было. Уверенными были только призывы организовывать разъяснительную работу с жильцами, искать приемлемые по цене приборы учета. Словом, скорее решать проблему, обозначенную пять лет назад. В Ухте откроется общественная приемная по делам инвалидов. Об этом агентству БНК сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества Маргарита Колпасчикова. По ее словам, такие приемные нужны для того, чтобы отслеживать проблемы людей с ограниченными возможностями. Сталкиваясь со сложностями, они не всегда сами готовы обращаться куда-либо. Поэтому полученная от них информация будет обрабатываться и направляться в профильные ведомства с просьбой устранить проблему. Людей, которые будут приходить в общественные приемные на местах, будут принимать в тот же день. Отметим всего, в Коме открываются семь общественных приемных по делам инвалидов. Кроме Ухты, они появятся в Сыктывкаре, Сосногорске и Печоре, Ударском, Усть-Вымском, Сыктывдинском районах. Независимое творческое объединение ухтинской молодежи готовит для горожан концертную программу. Арт-тусовка, так назвали сами себя молодые певцы и музыканты. Побывал на их репетиции и Евгений Ершов. Разнообразие стилей и манер исполнения, разный возраст и уровень подготовки участников, взаимопомощь и дружелюбная атмосфера на репетициях, критика только в шутливой, непринужденной форме. Все это про арт-тусовку. Ее история началась осенью 2015-го. В Ухтинском антикафе молодые музыканты-любители организовали вечер памяти Сергея Бодрова. Тауэрский мост утром, я узнаю утром, ты узнаешь позже. Этих слов дороже ничего и нет. Успех того вечера дал старт новому творческому движению молодых инициативных горожан. Определились лидеры, создали даже свой логотип. Прошло уже несколько таких концертов и с каждым разом масштаб растет. Участников все больше, а творчество все профессиональнее и разнообразнее исполняют на русском и иностранном языках. О, жаль, расстаться мне с тобою. Грядущий концерт Концерт был уже шестым. В этот раз к программе присоединятся сразу несколько профессиональных коллективов. На арт-тусовке ожидается приличное количество групп, известных достаточно в Ухте, такие как Фанис Каплан, недавно появился джаз-бенд Белиз Бонус и другие, многие музыканты из арт-тусовки, которые уже успели себе зарекомендовать на прошлый концерт. Свобода творчества – неформальная обстановка. У арт-тусовки все прелести неофициальных творческих мероприятий. И типичные для таковых проблемы – постоянный поиск помещения для репетиций и самих концертов. Это очень большая проблема для нас. Мы потому что молодая молодежная организация, спонсорской поддержки у нас нет, очень сложно ее находить. И, к сожалению, пока на данный момент приходится своими силами. То есть мы сами где-то находим средства. Организаторы сами ищут аппаратуру и звукорежиссеров. Помещения для концертов проводили уже в Ухтинском антикафе – бизнес-инкубаторе. Сейчас концерт планируют в Доме молодежи. Все затраты тоже ложатся на плечи молодых музыкантов. Мы морально готовы, если что-то не окупится. Главное – творчество, говорят ребята. Есть у меня снаряд, Он раздроет, но ты осторожно и поверишь. Евгений Иршов, Виктория Науменко, Олег Белькеев, телеканал Юрган Ухта. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте yurgan.rf. Но я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова